Приветствую вас. Собственно говоря, коллеги, на мой взгляд, совершенно правильно вам ответили, вот, со своей точки зрения, со своей позиции. Я, наверное, только хотел бы добавить немножко того, что, понимаете, алкоголь вам что-то давал, и по факту, перестав пить, вы отняли у себя то, что вам давал алкоголь, вот, к сожалению, вот, и вы себе этого не дали. Навязчивые мысли, страх и болезни, это следствие ваших желаний и потребностей, которые ранее были удовлетворены, по факту, только алкоголем, ну, которые удовлетворялись ранее алкоголем, вот. И сейчас, вот, это время, которое вы не пьёте, просто перестали пить, вот, ваше желание находится в постоянном неудовлетворении. Соответственно, отсюда проблема. Ну, трудность, условно говоря. Вот. Вот. И, соответственно, отсюда и, собственно, ваше состояние. Можно, конечно, только предполагать в некотором смысле, что конкретно у вас демонстрирует ваша физика, что конкретно она демонстрирует? Навязчивыми мыслями, навязчивыми состояниями. Потому что, очевидно, что какие-то желания, я могу предположить, что речь идёт о потребности во внимании. А, значит, вы себя, эээ, ну, вероятно, не чувствуете, эээ, не чувствуете, эээ, в полной мере значимым. Вы себя не ощущаете, эээ, в полной мере значимым. И, через болезнь вы пытаетесь, эээ, вот, ну, вам хочется заболеть, эээ, чтобы на вас обратили, эээ, внимание. Это такая, вот, игра, игра, эээ, ну, психологическая игра. Вот. Так что, я бы начал, ээээ, с анализом того, почему вы начали пить. Эээ, вот, в принципе, вообще, то есть, ну, как так вот вышло, да, чтобы начали пить. Эээ, что вас привело к этому. Вот. И, соответственно, дальше уже можно будет о чем-то говорить. Вот. То есть, дальше уже можно будет давать какую-то оценку тому, что с вами происходит. Вот. Вот. Ну, опять же, это, с точки зрения психологии, вот, с психологической точки зрения. Можно такую оценку дать. Вот. Обратите внимание, что, эээ, по факту, вы не задаёте свой вопрос. То есть, вот, не очень, не очень понятно, что вы хотите. Не очень понятно, что, что, какой именно помощи вы хотите от психологов. Вот. Ну, а вы впервые описываете, да, психосоматику, достаточно серьезную психосоматику. Вот. И, так называемый, синдром отмены. Вот. 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 А вот, примерно, так. Я думаю, вам. Можно ответить на вопрос, который вы задаёте нам. Соответственно, я бы определился с тем, что вы хотите делать сейчас, на что вы готовы, готовы ли вы, как сказал коллега Сергей Витальевич, поработать со своим состоянием, со своим здоровьем, готовы ли вы в этом направлении двигаться, готовы ли вы собой заниматься, готовы ли вы разбираться в себе, в своих жизненных перипетиях и прочее. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, я желаю вам всего самого доброго и удачи, удачи и я надеюсь, что ситуация ваша разрешится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...